Радость 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 радостью в Боге, радостью в Торе, то для этого есть, как мы поем в песне, 10 тысяч причин. Аминь. Я только скажу о нескольких, и мы поймем, насколько много Бог дал нам, как своим творением, как своим детям. Итак, самое-самое начало Торы, самое начало Библии. Вначале сотворил Бог небо и землю. Дальше описывается, как Он творил и небо, и землю, и звезды, и растения. И приходим, сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьего, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ее, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, над птицами небесными, над всякими по земле. Дальше описывается, как Он дал им питание всем, чтобы никто никого не ел, а чтобы не ели траву и плоды. Потому что все было целесообразно, и все было в любви Божией. И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Аминь. Друзья, Бог создал прекрасный мир, Бог создал прекрасного человека. Это действительно было прекрасно. И в этом тоже есть радостный, потому что даже мир, искаженный грехом, он все равно свидетельствует о Боге, свидетельствует о Его силе, о Его величии, о Его доброте. А какой Он был в начале? Представляете? Есть, как бы читал как-то информацию о том, что ученые, библейские ученые, которые изучают Библию, они попытались создать атмосферу того времени, и в результате, ну, то есть, такую колбу большую, там вырастили помидор, помидорный куст величиной 15 метров, и там сотни килограмм плодов. То есть, вы понимаете, какая была земля, палочку поставишь, и не было вредоносных бактерий, значит, вирусов, вот, все было великолепно. Ну, понимаете, это прекрасно, но я вижу, что все-таки радость вторая, начальная, скажем так, она не в этом. Дело в том, что самое-самое, наверное, важное, с чего можно начать, это то, что этот мир, друзья, он имеет смысл. Аминь. Он имеет смысл, потому что он имеет Творца. Иначе, если нету Творца, значит, нету смысла. И вы скажете, ну, и так понятно, мы же смотрим на небо, землю, мы смотрим, как все целесообразно, мы смотрим на миллионы растений, мы понимаем, что это не могло произойти из буйки какой-то там в море, да? Ну, дело в том, что так думают далеко не все, миллиарды людей думают, что мир произошел от какого-то взрыва, что-то там взорвалось, и от этого произошли звезды и небо, и миллионы этих животных, и паучки, и червячки, и так далее. Понимаете, они реально в это верят. И попробуй им что-то скажи. Ну, самое ужасное в их жизни, друзья, это то, что рано или поздно, они говорят, в этой жизни смысла нету. Ну, они находят, пытаются найти смысл, например, построить дом, посадить дерево, родить сына. Ну, я, знаете, как-то подумал, ну, и бобер, в принципе, то же самое делает. Ну, реально, он строит домики, понимаете, значит, это, и рождает детей, и так далее. Понимаете, то есть это похоже на жизнь животных. И, ну, поэтому не зря материалисты, они ведут свою родословную от кого? Нет, от обезьяны. Они ведут родословную от обезьяны, правда, спорят от какой? До сих пор спорят от какой? Но Бог, как бы, Он соглашается с ними. Он действительно говорит, такая жизнь, но она достойна только тех, кто происходит от обезьян. Вот посмотрите, 48-й псалом, он называет таких людей неразумными, и говорит, что они действительно подобны животным, которые погибают. Вот в конце 48-го псалома посмотрите. Итак, друзья, этот мир имеет Творца, этот мир имеет смысл. И давайте мы утвердим это Аминь. Аминь! Аминь! Друзья, и самое великолепное, что наш Творец, он не похож на вот эти вот безликие силы добра или зла в кинофильмах голливудских, как там про космос. Помните там про Дарта Вейдера и так далее? Там же какие-то такое зло, какое-то такое непонятное и так далее. Но это люди, которые верят в материализм, они, значит, так понимают вот эти вот вещи. На самом деле мы видим, что и с первых глав, с первой главы мы видим, что наш Бог, он какой Бог? Он добрый Бог. Он добрый Бог. Он не абсолют, который там булькает людьми, как в восточных религиях говорят, понимаете? Значит, он личность. И это добрая, прекрасная личность, которая творит добро. И в дальнейшем, когда Бог раскрывает себя, показывает, как он действует, мы видим, что он святой, то есть отделен от всякого зла, что он отделен от всякой неправды, от всякой несправедливости. Он всегда справедлив. Ну, можно сказать, а почему? Ну, так творится такое в мире. Многие люди, особенно неверующие, да, не задают, а почему вот так вот. Ну, знаете, вот я, например, думаю, это потому, чтобы и ангелы, и люди, они в это короткое время по сравнению с вечностью жизни на земле, они увидели, что такое грех и к чему он приводит. Этот мир, он должен наесться своего греха, понимаете? Он должен прийти к своему завершению. И так оно и будет, понимаете? Вот, поэтому это, то есть грех мы видим тоже, значит, он пришел в этот мир, но добрый Бог, он самого изначально, изначально, это мы видим в первых главах, он дал надежду, он сказал, что придет время, соответственно, этого, и грех будет побежден. Если мы смотрим в последние главы, да, мы так и видим, что грех, он будет побежден, и что верующие в него, они имеют дар вечной жизни, и они будут жить, вечно жить, где? В небесном Иерусалиме. Бог, он никогда не проигрывает. Он просто учит, он показывает. И вообще, он говорит, что я не люблю наказывать. У одного из проказов сказано, что я не люблю, мне больше нравится миловать, чем наказывать. Но иногда приходится, и в этом тоже доброта. Аминь. Друзья, итак, Бог, он, добрый Бог, и он сотворил нас не по образу животных, да, хотя в чем-то мы по жизни, мы похожи, но по духовной жизни, да, по дару вечной жизни, он сотворил нас подобному себе. И мы видим, что Бог, он никогда не планировал смерти человека. Надо помнить, что наряду с деревом добра и зла всегда было что? Дерево жизни. Бог не планировал, чтобы люди умирали. Он хочет, чтобы люди жили и жили вечно. Аминь. И он все сделал для этого. И, друзья, радость Торы также в том, что нам, верующим, открыты многие знания об окружающем мире. То есть мы не живем с закрытыми глазами. Понимаете, в это время, когда многие там думают, ну там вот, ну фильмы там делают, например, там 2012, да, о том, что мир, он там будет потоплен, там, или еще что-то. Мы прекрасно знаем, что не так это будет. Поэтому не надо бояться потопа, не надо бояться метеорита, который грохнет по земле. Библия говорит о том, что да, в свое время земли не будет. Написано, небеса свернутся, и земля сгорит. Но это будет в свое время. А нам надо бояться чего? Или кого? Господа Бога. Нам надо иметь страх Божий. Если мы будем это иметь, то нас это не коснется. И это тоже радость Торы, друзья. Радость Торы в том, что мы находимся в правильной системе координат. Нам легче, гораздо легче и легко по сравнению с людьми окружающего мира понимать этот мир. Например, вот человеку трудно понять, кто он, для чего он. Это самый основной вопрос, понимаете, кто он и для чего он создан. Поэтому так часто люди, неверящие, они впадают в эту безысходность, потому что они не знают, ради чего они живут. Кто-то там ради стопки бумаги зеленой, чтобы ее там увеличивать. Кто-то ради власти. И потом он отходит от власти и понимает, что он жил зря, да. Кто-то ради того, чтобы там какой-то научный труд сотворить. Но приходит другой человек и развенчивает его научный труд и так далее. Но мы понимаем, первое, для чего мы живем, куда мы идем, с кем мы идем и что для этого нужно делать. И нам доносило для этого. И в этом радость Торы, друзья. Радость Торы, мы смотрим, я прочитал о мужчине и женщине. Он, кажется, просто сотворил мужчину и женщину. Но уже из этого можно, как он был сотворен, уже можно многие вещи увидеть. Например, женщине в религиозных кругах такие разговоры идут. Женщине работать или не работать? Но мы видим реально, что он поставил мужчину, женщину и говорит, ребята, творите, работайте, распространяйте Царство Божие по земле. То есть и женщины, и мужчины, они имеют равное право трудиться, они имеют равное право приобретать профессии, а не сидеть на кухне и там только воспитывать детей. Хотя это самое главное, и за это придется Господу дать ответ в первую очередь. Не за успехи на работе. Аминь. Да. Это чтобы помнили, что главное, за что Бог спрашивает. Или, допустим, отношения между мужчиной и женщиной. Уже сам факт, последовательное створение, говорит Библия, говорит о том, что есть некая иерархия в семье. И поэтому на это надо смотреть. И поэтому, когда такое движение, как женщины за эмансипацию, они говорят, да нет, мы равны или вообще мы даже главней. То надо понимать, что, ну они не правы, мягко говоря, что это не по Библии. И то есть мы вырабатываем правильное отношение, да, допустим, к таким движениям, которые на самом деле, ну вроде бы неплохие, они правильные, понимаете. Или, допустим, что такое семья. Сейчас мир сходит с ума и говорит, что мальчик плюс мальчик или девочка плюс девочка, это тоже семья, да. Но на самом деле мы видим, что есть настоящая семья. Мужчина и женщина, это и есть семья. Аминь. Или как воспитывать детей, например, там, можно ли, можно ли там применять средство наказания, так сказать, жестковатое, кроме слова, да. Вот, значит, мир вообще-то говорит, что, ну, общая такая тенденция нельзя. Мало того, вы знаете ювенальную ястицию, да, при которой там, если увидит где-то там, где она применяется, как папа или мама, значит, так, шлепает свое дитя за разные там каверзы, значит, по попке, да, так могут и ребенка отнять. Почему? Да нельзя это. Ну, Библия говорит, что, ну, в принципе, в меру и с любовью то можно. Вот это будет только на пользу. Вы понимаете, о чем я говорю? Я про такие простые вещи говорю, но таких вещей их масса. Когда мы изучаем слово, мы видим, что надо делать, что на самом деле правильно, потому что мир, он подсовывает многие вещи по такими красивыми обертками. Он говорит, вот так вот надо. Это правильно. Это на самом деле хорошо. Но Бог нам дает именно вот эти вот ориентиры, и, друзья, и в этом радость, понимаете, в этом радость. Аминь. Радость тоже для евреев в том, что они такие избранный народ. Аминь. Друзья, вы не бойтесь, аминь. Они избранный народ. Только они избраны как-то не так, как некоторые думают, для того, чтобы руководить финансами этого мира или быть самыми лучшими учеными, артистами, значит, там, учителями и так далее. Ну, хотя это у них хорошо получается. Во всем. Но вопрос не в этом. Они призваны, и мы знаем, что Тора говорит о том, что они призваны, значит, быть царством священником и народом святым, то есть отделенным для Бога. Аминь. И настоящий еврей, это тот еврей, который, первое, он верит в Бога, исполняет его заповеди, и который несет, учит народы, и свой народ, и народы учит ведению и отличает святое от несвятого. Так учит Слово Божье. Аминь. И, друзья, для нас, конечно, верующих Нового Завета, Брит Хадаша, радость Торы в том, что у нас есть сила исполнить заповеди Торы. Это мессия Ешоа, который есть живая Тора. И читая Слово Божье, и имея общение с Ешоа, мы имеем силу исполнить Слово, то, что Бог желает услышать от нас. И огромная радость в том, что, друзья, для того, чтобы исполнить Слово, для того, чтобы угодить Богу, для этого, оказывается, не надо чего-то особенного. То есть для этого не надо быть пророком, для этого не надо, может быть, быть пастором, или для этого не надо, как я, стоять здесь за кафедрой. Для этого надо что? Ешоучий только, он говорит, две вещи исполняйте, и вы угодите Богу. Любите Бога и любите человека. Ну, а дальше уже будете делать то, что, ну, ближних своих, да, и дальше будете делать то, что будет подсказывать вашу любовь к Богу и любовь к человеку. И давайте скажем это аминь, потому что все, все, что Бог говорит, все его обетования, они доступны каждому человеку, и маленькому, и большому, и тому, кто сильный, и тому, кто лежит на ложе болезни. Друзья, они доступны каждому. Каждый, каждый, сидящий здесь, каждый, слушающий меня сейчас вот по телевидению, в интернете, значит, каждый может исполнить заповеди Божьи, если и угодить Богу, если он будет любить Бога, любить своих ближних, этим он исполнит все заповеди Божьи, и он будет иметь огромную, огромную, огромную радость. Да будет это все с нами во имя Ишоа Мессии. Аминь. Аминь.